Добрый день, друзья! В эфире снова проект Охота.Лайф, его ведущие Алексей Беликов и я, Александр Фровов. Здравствуйте! А сегодня мы снова в гостях у Дмитрия Дмитриевича Вайчукова, начальника управления охотничьего надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Дмитрий Дмитриевич, добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, вроде бы совсем немного времени прошло с момента нашей прошлой беседы, когда мы обсуждали перспективы повесенней охоте в Московском регионе и вот выпущены параметры осуществления охоты в охотничьих хозяйствах области. Охотники их прочитали, у них возникли вопросы. Ну, это вполне понятно и объяснимо, конечно. Новый нормативный акт и более того, что скажу, что акт-то ведь не простой, а тот за нарушение, которого следует ответственность. Поэтому, конечно, охотники должны сразу получить и, во-первых, изучить его, этот нормативный акт, эти параметры, во-вторых, соблюдать при производстве охоты. И я готов сегодня на те вопросы, которые вы зададите, сегодня дать ответы вполне такие, которые, как я себе представляю, может быть, ваши сомнения все развеют. Хорошо. Ну, тогда предлагаю прямо по пунктам и пройтись. Давайте пройдемся. Вот первый, на мой взгляд, замечательный пункт весенней охоты на селезни и уток с использованием живых подсадных в срок с 20 марта по 10 мая, аж 50 дней охоты Московской области для любителей охоты с подсадной уткой. Охотьтесь на здоровье. Замечательно? По-моему, нормально, да. Для охотников, которые любят подсадных, мне кажется, то, что они хотели, они получили. Скажу так, значит, сроки, ну, 30 дней, да, должна была быть минимальная. Но с учетом того, что есть, как мы говорили, две категории охотников, одна из них хочет попасть на самый первый пролет холостых селезней, они начинают охотиться раньше всех. Такие пролеты, в зависимости от погоды, бывают, начиная с конца марта и где-то в первых числах апреля. Первая декада. Первая декада, да. И другие, другая часть охотников хочет пострелять селезней, которые остались холостыми после того, как утки массово сели на кладку. Это обычно майские праздники. Кроме того, майский праздник, чем хорош? Там выходные дни, и охотник может спокойно, так сказать, этих селезней немножечко там пострелять. Вы знаете, какую-то реакцию вызвало в социальных сетях и на форумах? Значит, вы чего делаете, куда 50 дней, в марте у нас сугробы, кто пишет такие параметры? Утятники сейчас понаставят шалашей, нам негде будет охотиться, разгонят нам гусей, вальшина, кого еще они разгонят? Теревей, наверное, разгонят. Ну, в один. Ну, это какие-то, наверное, очень мрачные люди, которые себе, видимо, какие-то мрачные перспективы. Во-первых, охотников с подсадными, это же не массовые движения, их не миллионы в московской области. Во-вторых, ну, охотник с подсадной уткой никак не мешает, больше не пятнику. Они совершенно в разных угодьях, по-моему, охотятся. Дмитрий Ильич, ну, это я к тому, что, если делаете доброе дело, будьте готовы поднести... Ну, с наказанием, да. И ни одно доброе дело не останется без наказания. Совершенно верно. Хорошо, давайте... Посмотрим, в дальнейшем, если это кому-то покажется ужасным, так сказать, это же не библейские истины. Ну, это первый такой экспериментальный сезон. Всегда можно что-то поменять, так сказать, в этих параметрах. А есть какой-то, в принципе, принцип, по которому будет определяться подсадная утка? То есть, будет утка приноситься, чтобы... Как охотнику выдаваться будет разрешение? Вы знаете, законодательство не предусматривает предъявление уток при получении разрешения. Охотник просто в заявительном порядке хочет получить такое разрешение и получает. Главное, чтобы он на охоте находился при производстве охоты с подсадной уткой. Вот и всё. А закон не требует... Он при получении разрешения что требует? Охотничий государственный билет. Ну, с сануарами вообще получаются. Вот. Сейчас у нас разрешение вообще онлайн всё больше и больше получаются. Правильно? Поэтому, как говорится, нарушение этого пункта, оно возможно только в угодьях, когда ты заявился как охотник с подсадной уткой, а сам ты, на самом деле, самотопщик и ходишь по угодям, и у тебя никакой утки нет. Вот и вся разница. Хорошо. Вот тогда следующий вопрос. Географическая привязка районов Московской области охотникам не совсем понятна. Мытищий – это юг, а Химки – север. Ну, это вообще-то, вообще-то, как бы здесь не надо скорее ловить нас на незнании географии, да, а это сделано, это разделение именно в интересах Московской области. Мы же должны вспомнить, что всё равно всё это происходит где? В Московской области. А вот это разделение, оно и раньше, кстати говоря, было, если вы помните, такое было разделение раньше в Московской области. И, кроме того, кроме того, ещё и дать возможность охотникам подстроиться под пролёт. Ведь пролёт каждый год, вы сами знаете, очень сложно поймать. То идёт птица, то вдруг наступают возвратные холода, засыпает всю область снегом, то снова она пошла. И вот этот растянутый по области срок, когда будет, по сути дела, в области охота, три выходных, три пары выходных. 20 полных дней. Если двигаться за птицей, да, по области, мы считаем, что это как раз, может быть, это звучит как-то не очень там благоприятно, да, вот, мытищи север, ахимки юг. Но для охотника из мытищ, я считаю, он порадуется, что он сначала у себя в мытищах поохотится, а если попал, так сказать, не попал напролёт, то он делает шаг, переходит, как сказать, на территорию химок. Ну, в Харушногорск поехал. И снова охотится ещё 10 дней. Поэтому это сделано, как мне кажется, больше даже в интересах охотников. Ну, в общем, тут такая штука, как оно ни дели, кто-нибудь да будет недавно. Ну, это, конечно, это безусловно. И Россия, и тут нет Крыма, там, и... Да, конечно, здесь всё равно, да. И кроме того, одна пара выходных, как вы заметили, будет общее открытие охот по всей Московской области. Хорошо. Вот даже такой вопрос есть, сейчас я его найду. Почему сместили сроки весенней охоты в Московской области на неделю? Раньше открывалось на неделю и две позже. Вот охотник пишет, чем в Рязанской? Он хочет в Рязанской поохотиться и в Московской потом успеть. Он успеет, он успеет и поохотиться и в Рязанской, и в Московской области. У нас 20 полноценных, по сути дела, дней охоты будет в области. Он может, так сказать, успеть и поохотиться и в Рязанской, и на юге Московской, и на севере Московской. Хорошо, Бедмич, тогда вот переходим, и это у нас получается уже пункт второй. Пара ведра осуществления любительской спортивной охоты на пернатую дичь собаками охотничьих пород с ловчими птицами. Вот тут есть такая интересная, вот мне тоже на самом деле самому интересно задать этот вопрос. Ну вот мы с Алексеем Викторовичем могли гашатники, собашники, любители всякой болотной милки. Очень похвально. Вот я вижу, что... Самая культурная охота. Ну, спасибо. Смотрите, с собаками и ловчими птицами на болотную луговую дичь по 31 декабря, ну, 25 июля открытие, это понятно. А на боровую степную полевую по 31 января. Боровая степная полевая. 31 января с собаками. Это логично, ведь там же рябчик у нас идет, правильно, попадает. Он и есть боровая дичь. В плане, что я его могу собаку на подачу использовать. Ну, конечно. А потом это, по-моему, и так уже самые, что ни на есть, предельные собаками. Нет, я-то... С легалыми собаками так поздно, никто и не охотится. Я об этом и говорю. Вот эти 31 декабря, 31 января, они, может быть, не очень логичные, потому что, ну, что там у нас остается в ноябре, где-то там гашина пролетает, как самый поздний курик. Остается серая куропатка, но ее не так много. И, ну, скажем так, охота, на самом деле, она в ноябре, по факту, у нас... Да, конечно, мы все знаем, что охота в ноябре, она с подружейной собакой, по сути дела, заканчивается. Но мы, поскольку к владельцам подружейных собак, легавых, с паниелем, с паниелем, все контролирующие, да, и ловчие птицы, там еще не забывайте, да, есть еще ловчие птицы. Вот, с ними-то можно и там и польщик поохотить. Но мы относимся к ним, в общем, весьма, еще нужно сказать, весьма доверительно к этому типу охотников, да. Они, во-первых, не делают там попусту ничего, да, у них собаки заточены строго под определенный вид работы, и они просто банально, ну, смысла им какие-то жесткие здесь рамки устанавливать, мы не видим. А потом, да, вы не забывайте, что все-таки здесь присутствуют еще ловчие птицы. Да, видимо, вот этот момент мы упускаем. Ну, я же правильно понимаю, что фактически вы же действуете на основе правил, которые вообще российские, и там как раз прописаны те пункты, как раз 31-е. Конечно, конечно, мы за базу берем российские правила, это, да, это, собственно, не наше изобретение. Да, если базе... Там везде стоит не менее определенного количества дней, да. Там везде стоит... Не, ну, в принципе, если Боровая 31-го января где-нибудь в Астрахани это фазан, да я бы с удовольствием добился он с собакой официальной. Хорошо, еще один уточняющий вопрос, да, он касается вот открытия 5-го августа на Полевую. Нам, подружейникам, в том числе, с 5-го августа открывается и Вяхерь. Вот, мы не так давно как раз с Дмитрием Мельником общались, он большой специалист по Вяхерю. Известный, да, такой специалист. И мы как раз затронули, в том числе, и сроки охоты. Он говорит о том, что вот по Вяхерю, вот, неделя открытия, чуть сдвинутая на раньше, она губительна, потому что выбивается, собственно, маточная, да, ну, то есть родители погибают, втенцы, которые в течение недели уже могли бы встать на крыло, самостоятельно вылетать там и так далее, и так далее. Охотники находят просто мертвых птиц, потому что охота была открыта, то есть никто ничего не нарушает, и Дмитрий, на самом деле, здравую идею высказал, что вот охоту на Вяхере хорошо бы двигать на общее открытие, как и утка открывается, потому что вот эта вот декада, вот эта неделя, как оказывается, она для птицы крайне важна, а получается, ну, с 5-го августа я официально могу охотиться на Вяхере, и вроде в угодьях никого нет, и все мое, и настрелял, но последствия таковы, что... Ну, здесь вопрос правильный. Ну, во-первых, начну с того, что, да, охота на Вяхере, она сейчас у нас начинает, начинается подъем ее. Я вот замечаю, что с каждым годом все больше и больше и больше любителей становится этой охотой. Люди уже, смотрю, затариваются и специальным оборудованием, и профилями этими, то есть это уже становится такая охота очень-очень популярной. Раньше, как вы помните, она такой популярностью, буквально там 10-15 лет назад она не пользовалась. Поэтому я могу вам точно сказать, что сроки и вот эти вот методы все, да, методики охоты, они по Вяхере еще у нас достаточно плохо отработаны. Ну, и поэтому мы, как бы, может быть, здесь это вопрос дискуссионный. Если такое предложение поступит, так сказать, ограничить немного эту охоту, да, сузить ее, вот ограничить мы все можем легко. Сейчас тенденция такая, что, в общем, любые ограничения и урезание сроков, я думаю, пройдут и согласование Росприроднадзора, и пройдут и согласование наших специалистов очень легко. Гораздо сложнее сроки расширить и увеличить. Вот здесь мы всегда сталкиваемся, так сказать. Поэтому, в общем, как идея, она вполне, опять, имеет право на существование. Ну, вот мы, так сказать, вам передаем мнение специалиста, Дмитрий, он действительно очень большой опыт уже имеет по охоте на Вяхере. Мы, как говорится, его озвучили. Давайте, как бы, мы, да, будем считать вот началом дискуссии по данному вопросу. Хорошо. Вполне возможно, что это совершенно, так сказать, всем будет приветствоваться. Хорошо. Дмитрий Дмитриевич очень, на самом деле, вызвал пункт буревозмущения и непонимания. Это использование тепловизоров, приборов ночного видения для добычи пушных животных запрещается в московском. Но не совсем для добычи пушных животных. Кроме регулирования. Да, совершенно верно. Здесь, вы видите правильно, из текста следует, что эти виды приборов запрещены при любительской и спортивной охоте. Охота, на наш взгляд, вот мы почему этот пункт поддерживаем, например, на наш взгляд, охота с тепловизионными приборами, с приборами ночного видения, с дронами, так сказать, которые запускаются для поиска и преследования двери. И эта охота меньше всего имеет отношение к любительской и спортивной. Это охота, которая сводит за счет технических средств человека, сводит на нет всю спортивность и состязательность. И повышает успешность и результативность охоты. Ну, если не до 100, то до 99%. Но, вы же согласитесь, что в Московской области численность лисицы, она зашкаливающая. Понятно, что это антропогенный фактор. Это дачи, свалки, мусорки и так далее. Проблема бешенства стоит в полный рост. Если человек увлечен именно охотой на лисицу и технически оснащен, и он хотел бы взять на себя часть работы по регулированию того самого хищника. И, кстати говоря, федеральный законодатель в прошлом году, если вы внимательно следите за законодательством, он предусмотрел такое, на наш взгляд, революционное решение. Допущены физические лица, то есть простые охотники, к регулированию численности охотничьих ресурсов. Новыми правилами охоты. Новыми правилами охоты. Совершенно верно. И поэтому, если такой, так сказать, человек, техногик, охотник существует, который еще и вдобавок нам принесет пользу, регулируя численность лисицы. Я же скажу, что их немало. Их немало, да. То он может вполне, так сказать, в установленном порядке, совершенно легально получить разрешение на регулирование численности лисицы и волка у нас на территории области. И заниматься этим, так сказать, совершенно легально и без вопросов. А он его получает разрешение в конкретном хозяйстве? Да, в конкретном порядок получения точно такой же, как и разрешение на любительскую и спортивную охоту. Вы знаете, что каждый год у нас выходит распоряжение о регулировании численности охотничьих ресурсов. Волка, лисицы, яндовидные собаки. То вообще на эти виды поохотиться с новейшими техническими средствами никакой проблемы для охотника не составит. Мы тут просто можем упереться, собственно, в охот пользователя. Хочет ли он, чтобы у него ночью кто-то ходил с карабином, с ночником и чего-то там регулировал? Вот. Я подозреваю, что да, не всякий. То есть, здесь вопрос доверия. Я предусскажу, давай. Здесь возникает вопрос доверия. Но охот пользователей, как вы помните, имеет вообще возможности очень большие. Вплоть до отказа в предоставлении вам услуг и так далее. Охот пользователь сейчас на сегодняшний день весьма в правах не ограничен. У него, если он вам не доверяет, есть целый спектр ресурсов, которые позволят ему вам отказать. Выдача разрешения вообще. Даже и на любительскую, и на спортивную охоту. Есть методы регулирования ценами у охот пользователей. Есть методы ограничений нормами и нормативами. Он может вам сказать, что извини, вот на этой неделе мы все по нормативам вам раздали. Приходи, если он вам не доверяет. То есть, он всегда найдет метод вам отказать. То есть, человеческий фактор остается? Человеческий фактор всегда остается, потому что, честно вам скажу, ну, не будем лукавить любителей походить с новейшими средствами и что-нибудь порегулировать у нас запредельно много, учитывая близость Москвы. А это не только основной способ охоты, но и основной способ, к сожалению, сейчас самый основной способ, к сожалению, браконьерства. Хорошо, теперь у меня в голове картинка сложилась. Вы прописываете пункт так, чтобы охот пользователь сам решал, кого он пустит ночью в угодье, кого он не пустит. Совершенно верно. В общем, вы правильно поняли идеологию. Хорошо, теперь ясно. Вот такой еще у нас есть вопрос. Раздел колося после захода солнца относится к понятию загонная охота, которая запрещена пунктом 7.1. Ну нет, это не совсем правильно читает человек. Если вы внимательно прочтете, пункт 7.1, он что делает? Какую охоту запрещает? Коллективная. Существление коллективной охоты запускается только в светлое время суток. Совершенно верно. А что такое коллективная охота? Есть специальное толкование, которое содержится в федеральных правилах охоты. Это совместные действия, согласованные охотников, направленные на добычу, на поиск, преследование и добычу охотничьего ресурса. И вот только эти действия, коллективная охота, ограничиваются нашими параметрами. А человек здесь, который задал этот вопрос, он путает с общим определением охоты, связанное, которое у нас есть в федеральном законе об охоте. Вы помните, что там к охоте в целях соси относятся поиск, преследование, деятельность, связанная с транспортировкой, первичной обработкой продукции. В данном случае запрещена именно коллективная охота, то есть отмеренный законодательством объем действий, которые совершают охотники. Это, опять же, что в основе? Техника безопасности. То есть коллективно охотиться можно только в светлое время суток. Разделывать лося, пировать у охотничьего костра можно в течение всей ночи. Главное, так сказать, не перепировать. Да, есть нюансы, но мы не будем уже, как говорится, здесь вставать на сторону всяких ужасных ветеринарных требований. Ну да, про вот эти разделочные пункты. Да, это мы, как охотинспекция, этим не занимаемся и эти вопросы не комментируем. Ну, в общем, добыли лося в светлое время суток, обязательно в сигнальных жилетах, разрядились, лицензию заполнили. Оторвали корешок, и начинается охотничий праздник. Костер разжигается, чай, сковородки, печенка, чаек. Хорошо, вот подходим тоже к такому пункту, пункт 7.2. Очень интересно, это новшество, касаемый, собственно, выпуск подвыстрел охотничьих фазанов, который может осуществляться в течение года на участках, выделенных на территории закрепленных охотничьих угодий, соответствующими с документами хозяйственного устройства, при наличии путевки. Вот вопрос. Мы уже первую беседу затрагивали. Мы говорили, что вообще, что мы планируем, и мы говорили, что вообще дело-то очень хорошее, суть нашей беседы, в чем было, что оно очень полезное, что это определенный бизнес для охот-пользователя в течение практически круглого года. И мы предприняли, в данном случае, здесь наше руководство области предприняло попытку узаконить как-то вот эту охоту на выпускную дичь. Как понимать вот этот пункт, как мы считаем? Есть охот-пользователь. У него по закону должно существовать внутрихозяйственное охот-устройство, проект, который вот в нашем случае, в случае Московской области, в течение трех лет с заключения охот-хозяйственного соглашения обязан сделать каждый охот-пользователь под каждое охот-хозяйственное соглашение. При проектировке таких соглашений следует выделять территорию, которую следует обозначать как для охоты на выпущенную дичь, фазана, серую куропатку. Наличие такого участка в угодьях уже узаканивает вот это вот внутрихозяйственное охоту-устройство. Кстати говоря, экземпляр его обязательно приходит к нам в охоту-инспекцию. Хорошо, Дмитрий Дмитриевич. Допустим, вот я охот-пользователь в Московской области нахожусь. У меня есть вот это охоту-устройство. Я все во время оформил. Тут выходит вот это восстановление, а у меня этот участок. Мне что, нужно как-то переподавать документы? Вносите изменения в проект, это не вопрос. Вы можете в проект всегда внести изменения, обратиться в проектную организацию, которая вам до этого делала проект-устройство. Они вам вносят, вы утверждаете своим приказом, и нам как дополнение к своему проекту охоту-устройства высылаете. Здесь никакой... Технически это вообще не очень сложно делается, как и даже само охоту-устройство. В общем, его делают опытные такие фирмы достаточно быстро. Быстро и очень просто. Оно сейчас делает... Сейчас возможности огромные. Не то, что там надо где-то ползать по угодьям с буссолью, а надо просто взять космические, аэрокосмические съемки, навигационные привязки. Все практически близко к идеалии. Ну, отрисовать участок по... Отрисовать участок. По координатам. Да, да, это элементарно делается. Но зато у вас, вы один раз это сделали, и у вас все время в хозяйстве есть участок, где вы круглогодично можете охотиться на выпускного фазана. Хорошо. Ну и охотника должен обеспечить разрешением при этом, путевкой. Путевкой. Кого мы там? Путевкой. Именно путевкой. А путевка, это же документ, выдающийся охот пользователям. И он там не указывается, в путевке не указывается конкретный, это же не разрешение. Это разрешение выдается на конкретные. Мне там что писать? У нас фазан не охотничает. Услуги, она выдается на услуги. Услуги по охоте на выпускного фазана. Услуги. Путевка продает услуги. Это документ, подтверждающий заключение договора на оказание услуг. Правильно, вот говорит Путевка. Поэтому вы там не обязаны даже и вид-то, собственно говоря, указывать. Фазан охотничий, он и есть фазан охотничий. И если бы он у нас водился в диком виде, то тогда на него нужно было бы разрешение, а не путевка. А здесь речь идет именно об услугах. Понятно. Вот теперь понятно. Ну, собственно, что это за птица будет выпускаться? Откуда она взялась? Это вопрос, наверное, не к вам. Это материнарный вопрос. Она всегда, как правило, берется из питомников, из инкубаторов, из своих, из частных, из покупных. Привозится откуда-то. И мы тут... Это ближе уже не к охоте, а к сельскому хозяйству. Вот разведение этой дичи, дичи разведения. У нас есть, вон, просто такие серьезнейшие специалисты в области. Вон, Загорское охотхозяйство с гигантским опытом работы, там еще с советских времен по дичи разведения. Есть простые, просто частники, которые сейчас этим занимаются. Так что фазанов-то найти не проблема. Хорошо. Ну, собственно, у меня всего, Алексей Викторович, вам есть что добавить? Да нет, тоже, да. На самом деле, хорошо все это. Вот видите ли? Ну, в общем, фазание опыта. На самом деле, стало понятно даже мне. Да, да. Ну и нет, здесь я вам честно скажу, что никакого желания ни в чем ущемить охотников. Мы же и сами тоже, в конце концов, любим охоту, понимаем ее. И здесь нами двигало только желание соблюсти разумный баланс сил. То есть, чтобы и охотнику было что-то, как говорится, интересное, да, он мог как-то охотиться с удовольствием. Ну и чтобы все-таки не нанести удар по нашим ресурсам-то охотничьим. Потому что вот мы коснулись с вами вопроса наиболее грозного такого и опасного сейчас у нас, именно в Подмосковье, как в самом богатом и густонаселенном регионе, это использование технических средств мощнейших. Это вещь, которая несет в себе, ну, как любое дело, оно несет в себе, во-первых, и пользу, да, повышая результативность охоты до немыслимых, так сказать, процентов, но и грозную очень силу таит в себе. В руках браконьеров это страшная штука. И опасность для людей? И опасность для людей, да. У нас... Вот не так давно, не так давно, да, вот когда, ну, последний случай у нас был именно с тепловизором. Работник, мигрант трудовой, в лесу у печки греющейся, создал иллюзию четко лося, там, или крупного копытного животного, и получил, так сказать, все пули. Понятно. Это очень грозная тема, когда ты видишь что-то в тепловизор, похожее на зверя. Хорошо, Дмитрий Дмитриевич, спасибо. Спасибо снова за содержательную беседу, к вам всегда приятно прийти, пообщаться. Да и мне с вами приятно поговорить с охотниками, да, чем могу, всегда готов вам помочь и разъяснить. Хорошо, друзья, с вами был проект Охота Лайф, мы были в гостях у Дмитрия Дмитриевича Вачугова, начальника московского охотоуправления. Ни пуха, ни пера и будьте здоровы. До свидания. Тьфу-тьфу, до свидания.